Итак, вот вопрос по поводу в школу лучше в 6 или в 7. Интересная очень история и непростая. Начну с самого главного в этом вопросе. Сразу скажу, что тут ответ не короткий, но вот начну с такой основной части. Если мальчик активный, подвижный, то это чаще лучше передержать годик. Если девочка, то можно в 6. Вот сколько лет я эту историю наблюдаю, но смотрите, как интересно сейчас. Это если мы говорим о той школе, которая была, условно, год-два назад. Не вот эта новая украинская школа со своей новой этой историей, когда там практически продолжение детского сада. Вот это надо тоже понимать. И, конечно, вот у нас, вот моя студия, студия личности, которая в городе Харькове находится, она уже фактически выпускает детей, я выпускаю детей, которые идут практически все не в обычную школу на районе. То есть они не будут учиться по формату, стандарту новой украинской школы. Они идут в школу, которая маломальски частная. И что это значит? А это значит то, что дети попадают фактически в программу, которая была, ну вот-вот, еще у нас с вами в детстве. Ну, то есть обычная, обычная история. Не упрощенная. Как вот новая украинская школа, там все немножко, да, там упрощено. Там требования немножко так они там понизили. И там все полегче, конечно, будет. Вот. А эти школы, частные школы, вот у нас в Харькове, они оставили то, потому что там работают учителя, которые, так сказать, учителя. Действительно хорошие учителя в правильном понимании этого слова. И там маленькие классы. Я вам хочу сказать, что та программа, которая была вот еще у нас с вами в детстве, она в руках умелого учителя, она не сложная. И достучаться, когда у тебя класс 12 человек или 15, например, в частной школе, достучаться ты можешь с этой программой легко до каждого и реализовать. И все у тебя все усвоят, там ничего сложного нет. Я вам больше хочу сказать. Я встречал вот эту программу, когда ее сжали до полутора лет. Представьте, первые четыре, вот четыре класса сжимают до полутора лет. Вот все, что входит в программу четырех классов. Это вот у нас такая методика была, она у нас на Украину проникла. Она вообще, это методика из России. Вот. Но потом это дело все прекратилось. Ну, по известным всем вам причинам прекратилось. Вот. Но в какой-то момент это было у нас. Где-то пытались внедрить. Значит, человек проработал в школе порядка 50 лет. Учитель Владимир Жохов, его зовут. И он, ну, в России этим активно занимается. Он придумал вот эти вот первые четыре года, как упаковать совсем по-другому и допаковать интересными предметами. Ну, например, риторика. И вот фактически он предлагал бесплатно. Обратите внимание, это просто история, ну, просто класс. Бесплатно он предлагал. Ребята, вот если вы учителя начальных классов, я вам эту методику просто дарю. Но я вам не просто ее дарю. Я каждую неделю, каждую пятницу с вами по скайпу общаюсь и говорю, что делать на следующей неделе. Представляете? Бесплатно. Ну, просто потому что хочу сеять доброе вечное. Он так делал. Пока его не нашли ребята из бизнес-молодости. И потом это дело дальше подхватили. И, конечно, уже монетизировали это. И это логично. Но монетизировали так, что это доступно абсолютно всем. Это не частная школа. И то есть вот это все стали потом, и сейчас это в России они это делают, ну, продают. Вот. Но я не о том, что... А я о том, что талантливый человек упаковал 4 года обычной школы в полтора практически. И добавил еще туда интересненького. Он там классно делал. Он делал в физкульт-минутке на основе йоговских упражнений. Он это все переработал. Это выглядело просто класс. Я был на одном уроке по этой методике. Приехал в школу посмотреть своими глазами, увидеть. Слушайте, ну это просто класс. Это надо действительно видеть. Сидят дети из абсолютно разных семей. Вот видно один вот то, что вы говорите, да, нам плохие слова, да, говорит ребенок. Видно, что вот из какой-то неблагополучной семьи просто там мат проскакивает там, да. И сидят девочки-припевочки из хороших семей. В хорошем смысле девочки-припевочки. Я, если что, на всякий случай, я про детей всегда в хорошем смысле. То есть вот такие вот, знаете, девочки-ученицы, которые вот сидят, все делают. Ну то есть просто класс, да. Там тут они такие, они так аккуратно одеты. Вот все прям. И они все на одинаковом уровне решают примеры в столбик. Достаточно такие непростые. И вот эти получаются у всех. Это очень-очень здорово. И, знаете, вот именно этот момент, подчеркиваю, именно этот момент, жаль, что к нам он, скажем так, недоступен из-за вот этой ситуации политической. Потому что, ну, это просто класс. Я думаю, что на этой базе можно было бы открыть, на базе этой методики можно было бы открыть просто младшую школу, которая вот четко с первого по четвертый. И это были бы дети, которые бы, ну, это очень сильно отличаются. Я про эту методику просто много там узнал в свое время. Но потом, когда это все закрылось, стало понятно, что, ну, это все нереально у нас реализовывать. Вот пока политическая ситуация такая, ну, это просто очень здорово, очень. Вот, поэтому вот такие вот дела со школой получаются. Мальчик активный лучше в 7. Девочка можно нормально в 6, но смотря какая школа.